Сержану 31 год и 10 из них он страдает от пристрастия к азартным играм. Начал ставить будучи студентом. Хотелось легких денег. Вот так с 500 тенге за ставку дошел до того, что проиграл 12 миллионов тенге. Кредиты, долги, испорченные отношения, потеря доверия близких. Сам сержант понимает, что от лудомании полностью излечиться нельзя. Он говорит, осознает, что в любой момент может вернуться к ставкам. Поэтому ему придется работать над собой всю жизнь. Ведь зависимость от азартных игр – признанная в мире болезнь. Она даже передается по наследству. Это подтверждает и клинический психолог Майя Меркулова. Контроля полная. Ему нужно дойти до определенного своего логического завершения. Как в программе это говорят дела. Майя Меркулова работает в реабилитационном центре для лудоманов. Она говорит, что сюда привозят больных каждый день. Среди них и подростки, и зрелые люди, есть даже пенсионеры. Привозят их, как правило, родные, уставшие от лжи, долгов и бесконечных обещаний бросить играть. Следует обратиться в реабилитационный центр. Потому что в данном случае необходима изоляция. Какая-то изоляция. Когда они к нам поступают, как правило, они находятся в таком плачевном состоянии, в туннельном, я бы сказала, состоянии. Когда есть только одно желание – это отыграться. Лечение от лудомании стоит дорого. Однако без него никак, говорят специалисты. В Казахстане также работают сообщества анонимных лудоманов. Там зависимые делятся своим опытом и помогают друг другу воздерживаться от пагубного пристрастия. В отличие от реабилитационных центров, это бесплатно. Но туда человек должен прийти сам, осознанно.